Природная питьевая вода Ледник представляет Вы нас постоянно спрашиваете, что случилось с Дзамбулатом, куда он пропал, почему так похудел и как в конце концов закончился его спарринг с Вадимом Акперовым Покажи машину на камеру Ну что же, сегодня железный рейтинг готов раскрыть вам все тайны Итак, начнем с того, что не появлялся Дзамбулат в наших выпусках по банальной причине Потому что весь карантин провалялся на диване Ну почти весь В какой-то момент я себя поймал на мысли, что я устал лежать Надо что-то делать И что-то делать это гораздо веселее, чем просто лежать Я сперва не страдал прям Ну потом вот я прям начал, организм стал требовать, видимо, организм, мозг, я не знаю Говорят, что тренировался Дзамбулат по секретной методике И вот чтобы проверить ее эффективность, мы в конце июня пригласили его в наш домашний спортзал-лабораторию И подвергли базовому испытанию Ты у нас никогда не поднимал сидя? Я в жизни не пробовал этого делать, Василий Если честно, ты меня сейчас, если честно, поймал прям Никогда я в жизни даже не пробовал это делать, Вася Вот смотри, есть вариант либо дойти до максимума Либо какой-то средний вес попробовать на количество Ну как скажешь Как тебе надо? Вам мне все равно, я и так, и так могу Ты же знаешь, я всегда готов Окей, ну давай начнем тогда Да ну ты че, 50? Я просто в ужасе Иду на рекорд, 60 Очень странное ощущение, конечно Очень некомфортно И как-то это не бицепс, это как-то что-то другое Это не про бицепс истории, мне кажется Тут работает все, прям У меня, по-моему, даже трицепс работает сейчас Ты понимаешь, что получается Вот отсюда, то есть движение Ты бицепсом просто угол держишь, грубо говоря А поднимаешь, что ты Дельтой передней Ну чем-то, но не бицепсом То есть это не вот такое же движение Это вот, ну как-то Это не про бицепс истории Но я побил сегодня свой рекорд До какого же максимума дойдет Замбулат в подъеме на бицепс Мы вынуждены рассказать вам чуть позже Потому что в размеренный питерский ритм повествования Вмешался он, неугомонный московский рукоборец Вадим Акперов Погнали! В конце июля Вадим приехал в Санкт-Петербург Со своей очаровательной супругой Айдан И естественно, железный рейтинг приложил максимум усилий Чтобы показать им город на Неве во всей его красе И его прекрасный исторический центр И не менее прекрасный современный облик мегаполиса Раньше у Питера, у морского города не было морского фасада И вот именно с постройкой западного скоростного диаметра У нас появился такой узнаваемый, красивый, шикарный морской фасад Но на все наши старания Вадим жестко заявил Не нужны мне эти экскурсии Хочу, говорит, бороться с дзамбулатом Но раз хочешь, никаких проблем Ну что ж, погуляли и хватит Пора готовиться на тренировочку Дзамбулат, берегись Силы Осетии сегодня в моих руках Как вы видите, без природной питьевой воды ледник Вадим теперь на серьезной спарринге не ездит Посмотрим, насколько ледник поможет ему в этот раз Заказать природную питьевую воду ледник Вы можете по ссылке в описании к этому видео Ну а мы отправляемся на спарринг с дзамбулатом Куда вы приехали? Расскажите мне Куда вы приехали? Кто скажет? Это Армгараж Это зал, который нас приютил Пока не работает наш подвал в Луке Ну в связи с последними событиями, которые в мире происходят Вадим, ты не боишься? Да я же блогер, что мне бояться? Официально уже признанный Тут народ переживает, что ты похудел Они посмотрели на твой... Пусть не переживают, все хорошо Это по плану все Это все спланировано Сто ты сейчас весишь? Сто Сто? Ровно сто, да Кубики пресса есть? Нет, откуда Когда они же были? Он такой, оба Всегда есть, только их не видно сверху Но что касается кубиков, у дзамбулата в этот раз есть серьезный соперник Просто не дышу, просто не дышу, смотри Там в одном прищепке За спиной тебе защитился Все, надо дышать Ну все, парни, хватит тут шутки шутить Душа требует поединка Здоровый КПН, да, Вася? Ну давай Ну мне бы за что-то неловкое Чего тебе? Неловкое тебе? Ну давай Он очень сильный Отпеть в краску Поедем? Нет, уже Время уже нет, не поедем? Пора, пора, пора Вот теперь пора Не, он сегодня пойдет с нами Если вы вдруг услышали то, что сказал Вадим Расслышьте Это он просто нервничает перед спаррингом Понимает, что будет тяжело Хотя, кто знает Может быть и нет Хороший Ну не хватит сил Его оттуда уже поднять Обожрутся, нанюхаются астероидов И думают, что вообще все могут Его надо подсадить на ледник Я на самом деле Не, на самом деле хороший Но он очень быстро сдыхает А ты мне скажи вообще Почему Ты вообще эту привычку в какой-то момент взял Отпускать? Отпускать? Такого стиля борьбы Дзембулат не попал в призы На прошлогоднем злотом туре И себе тогда нервы потрепал И фанатам своим А ведь же сам понимает Что так бороться не вариант Сам себе объяснить могу И вообще То есть в какой-то момент Когда у тебя нет спарринг-партнеров Ну Которые могут Тебе Создать трудности Ты начинаешь бороться с Ну Потому что так Ну Условия такие Начинаешь бороться с теми Кто чуть-чуть слабее И Ну Даешь им работать первым номером Поэтому это появляется Это на самом деле Нехорошо Но Ну если я с человеком Который слабее, чем я Начну первым номером работать То мне это пользы не принесет А для него это будет Ну Даже Вред Поэтому я Видимо вот оттуда все и пошло Сейчас-то конечно уже появились Парни подросли Есть люди, которые меня Напрягают Ну Ты же голове остается Ну Да Но вот эта вот привычка Давать работать кому-то первым номером Она осталась И Я себя ловлю на мысли о том Что это плохо Я замечаю Это и в борьбе тоже Поэтому Будем исправляться Как-то Посмотрим Замечательно Ну Ну То есть А ну Давай ради прикола Я первым Начну Давай Верху? Ну Не важно Ну Да Давай Верху Полоса Пирался? Да Это не имеет смысла Василий Ну вот поэтому и начинается работа вторым номером Потому что так пользы не получить ни мне, ни ему И вот от такой борьбы Начинаешь стараться ему дать И удержать его еще как-то А часто получается так, что удержать-то уже нету сил Я сейчас в погоне за ним Да, получается Конечно, надо по-другому Да, не-не-не Да, не-не-не Да, не-не-не Много спаррингов бывает искрит Ведь проигрывать не хочет никто из парней Не могу его вытащить Покажи машину на камеру Ааа, хорош Вы же так любите Да Бывай, это же московская история Вот этого Фрикции Вот что-то с этим спаррингом ничего не понятно Так кто же сильнее Вадим в крюк Или Дзамбулат верхом Или Вадим не даст бороться верхом И затащит в крюк Ну, с другой стороны Кто сказал, что Дзамбулат слабее в крюк Парни, так кто же из вас круче-то, а? Встретились два одиночества Все, он устал Я чувствую, когда чик вот как Все, тумблер выключился у него Все, бах, все И он сдулся Но в этот момент самому надо не выключиться А так сильный, очень сильный У него все сильное, кроме одного места У него хороший пронатор У него очень хорошие пальцы Несмотря на то, что у него Габарит маленький, да Даже для его весовой категории Я думаю, это не выдающийся габарит Но несмотря на это У него очень сильные пальцы Очень хорошая кисть Ну, вот в центре есть, конечно, брешь Вот здесь именно Потому что ты меня встречаешь вот этим Вот этого у меня нет Я максимум могу вот сюда встретить Вот, на себя Вот, допустим, Хаджи Мурадзовуев Мой рекламу ему сделает Слушай, ладно, папки возьму, и они его потом Вот, вот сюда я могу его встретить Ну, и на данный момент Выносливость Но я думаю, что он чуть-чуть подзвонит Веса, сольет водички И этот минус уберется А так он хорош Он прям Хармин Молодец Радостная новость для меня То, что я понял, что я уже на правильном пути Потому что я Во время карантина Я поменял всю свою Как бы тренировочную программу И я стал Как бы делать совсем другие упражнения И я сейчас понимаю за столом Что вроде бы Как бы все хорошо складывается Меня похвалили Вот сказали, что Как бы я В хорошей форме Но наоборот Это меня мотивирует Не расслабляет И я сейчас Как бы возвращаюсь в Москву И начинаю подготовку Тебе все понравилось в себе? Либо какие-то есть замечания? Нет, замечания Замечания есть всегда Замечания есть всегда Человек, потому что Он Что бы Как бы мы не имели Нам все равно Мало Поэтому Все было нормально На самом деле Но я бы Допустим Добавил бы Еще выносливости Во время карантина Немножко мало было Подвижности Как бы Да И тренировки Не совсем Как бы такие тяжелые В нужном Образом Не проходили они Вот Но буду работать Еще над выносливостью Помимо всего этого Что есть Добавлю еще и Работу на выносливость Но пока парни Отходят от спарринга Давайте вернемся В нашу домашнюю Качалочку И посмотрим Справится ли Дзамбулат С новым Супер рекордом Это восьмидесятка Да Ну что Попробуем Обязательно Ты Номер 112 Ты набрал Сразу Чтобы Если что Просто нажать На зеленую кнопочку А то у вас У силачей Блин Большие веса Для нас Слабачи Рекорды Ух ты Черт Побери Какая она Тяжелая Василий Зачем ты Заставляешь Меня это делать Вася Почему ты На мной Издеваешься Каждый раз Ну пойдем Дальше Не Можно Ну Не сильно Если и пойдем То совсем Не много Ну если там Допустить Чуть больший Читинг Хотя Куда еще Больше Казалось бы Можно Наверное И побольше Ну да Давай На пятерочку Хотя Что я там Мировые рекорды Личные рекорды Становил Поэтому Можно и так Становиться На этом Не перегибая Нам вот кажется Что 80 килограммов Для первого раза Совсем неплохо И дальше Будет только больше Ведь Замбула Сейчас готовится К декабрьскому Злотому туру Даже верхом На правых Бороться начал Чего раньше За ним Не замечалось Что ты давно Не видел Направо У тебя Вверх Зановат Удивлять Буду Скоро Надеюсь Я уже Удивляюсь На самом деле Я бы Смотрел на картинке И понимаешь Что что-то не то Не складывается Пазл Не складывается Но Ты вверх борешься А должен Крюк бороться Вот сейчас Поборовшись На зло Все схватки Зарубаться Надо Знаешь Ну все То есть Если мы говорим О чистой физической силе То тут Такой отрыв Который раньше Был Он перестал существовать Все стали Более-менее равными И со всеми Приходится Ну вот Надо Или скорость Увеличивать Значительную Движения Выключающие Вот Или Бороться В другую сторону То есть Я пытаюсь Сейчас И скорость На скорость Работать И Работать На Ну то есть В другую сторону Для себя В непривычную Надо привыкать Ну то есть Борез должен быть Универсальным Все таки Мне кажется И И мне все равно Кажется Что борьба Верхом Она Менее Энергозатратная Напомни мне еще Тоже С каким весом Ты планируешь Выйти В Злотону Вась Я еще Если честно Окончательно Это не решил То есть Сейчас я вешу Сотку Я Стал уменьшаться Уменьшаться Ну в какой-то момент Я понял Что я тяжелее Чем Нужно Чем нужно Да И тяжелее Чем мне Было бы комфортно Стал потихоньку Уменьшаться Вроде получается Ну я Не делаю Это То есть Как-то Вот там Я не стараюсь Уменьшаться Я просто Работаю Работаю Чуть интенсивнее Чем обычно И все Это получается Как-то так Гармонично Знаешь Поэтому Я не гонюсь За сгонкой Веса Или еще Зачем-то Это идет Вот в такой В режиме работы Просто работы Стало чуть-чуть Побольше Что-то Что-то Что касается Вадима То Несмотря на то Что чемпионат мира ВАВ На котором Он хотел выступить Отменили Без борьбы Вадим не останется Ведь он же Блогер А значит Как минимум Проверка на турнике Уф из рука Шредера Ему обеспечена А там еще Низами нужно Проверить Вармрестлинги Так что Борьбы будет Предостаточно Ну а на сегодня Мы прощаемся С вами Не забудьте Поставить лайк И поделиться Этим видео Со своими Товарищами По качалке Это важно А мы прощаемся С вами До скорых встреч